Я всегда хотела стать журналистом, потому что именно эта профессия порой дает просто неограниченные возможности, как, например, и сегодня. Я смогу побывать в офисе национального телеком-оператора, наблюдать за внедрением 3G в Днепропетровске и даже попробовать себя в роли сотрудника разных отделов компании Киевстар. И первым делом отправляюсь на инструктаж по технике безопасности. Этот обязательный аспект при приеме на работу здесь обязаны пройти все, и даже такой временный сотрудник, как я. Ну и, конечно, мне выдают полную экипировку, которая пригодится для работы в разных отделах. Ну что ж, я принята, это мне пока еще не понадобится, а вот это я возьму с собой уже сейчас. И первым делом я хочу разобраться с этим пресловутым 3G и узнать, почему же люди так ждут связь третьего поколения. Киевстар уже готовит 3G к запуску в Днепропетровске, а пока в офисе оператора сервис работает в тестовом режиме. Сотрудники выступают в роли абонентов, создают нагрузку на сеть, делятся своим опытом и комментариями. Проверить работу сверхскоростного мобильного интернета здесь удалось и мне. А сейчас небольшой эксперимент. Справа от меня находится планшет, подключенный к 2G. Это тот мобильный интернет, которым мы с вами пользуемся сейчас. А слева планшет, подключенный к 3G, и мы попробуем одновременно на них включить одно и то же видео. Посмотрим, что получится. Как видим, с неоспоримым преимуществом побеждает, конечно же, 3G интернет. Благодаря гораздо большей скорости закачки станет возможным слушать и смотреть музыку и видео, не сохраняя в смартфоне, а прямо онлайн. Видеозвонки также будут доступны, где бы вы ни находились. Считанные секунды понадобятся, чтобы открыть электронную почту и просмотреть файл большого размера. Карты, навигация, обмен фотографиями и, конечно же, безграничное общение в любимых соцсетях. Ну что, ждете 3G? Переоборудование сети уже идет. И неспроста у меня в руках находится оптоволоконный кабель. Ведь в следующий мой рабочий день в Киевстар мы побольше узнаем о телекомоборудовании. Профессия порой дает просто себя в роли национальности. Ну что, уже ждете? Вай-фай опять хотел сказать.